Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о главных темах этого выпуска. Большая титаническая работа общественных организаций, наших ветеранов, проводимая с 2005 года, повенчалась справедливым указом, справедливым документом. Указом президента России Петрозаводску присвоено звание города воинской славы. Петрозаводск принимает поздравления. Возможно, это для того, чтобы привлечь внимание в тех же иностранных СМИ, показать, что в России какая-то дестабилизационная обстановка, привлечь внимание тем, что якобы тут идут политические репрессии. Чего добиваются организаторы очередного пикета в Петрозаводске? И общественность высказывается. Содьба, она как бы облегченный вариант занятия спортом, облегченный. Потому что человеку он себя не насилует никак, он не перегружает, он просто идет в удовольствие. Как одолеть сосудистые заболевания в республике? В Карелии стартовала акция «Здоровое сердце». Указом президента России Петрозаводску присвоено звание города воинской славы. Владимир Путин сообщил об этом накануне во время церемонии открытия очередной акции «Вахта памяти в Старой Руси». Столица Карелии действительно по праву заслужила это звание. Тему продолжит Алиса Агранович. Звание города воинской славы присваивается за стойкость, мужество и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества. Петрозаводск это звание получил по праву. В годы Великой Отечественной войны столица Карелии была оккупирована финскими войсками. Есть устойчивый миф о том, что якобы город не обороняли. Это абсолютный миф. Это ничем не подтверждено. А документы говорят, и раскопки говорят, и история говорит о том, что бои на подступах к городу были ожесточеннейшими. Во время оккупации нашего города активизировалось партизанское и подпольное движение. В Петрозаводске действовали три партизанских отряда. Красная Нежица и два Виземианных. Город был оккупирован ровно тысячу дней и освобожден Красной Армией 28 июня 1944. Как рассказывают историки, готовившие обоснование о присвоении Петрозаводску звания города воинской славы, Великая Отечественная – лишь последняя страница военной истории города. Это с начала 18 века была оружейница, арсенал. Здесь выпускались лучшие пушки с надписью «Олонец». И этими пушками Россия выиграла очень много войн, порядка десятка войн. Поздравили жителей Петрозаводска и всей Карелии с присвоением городу столь высокого звания глава республики Александр Худилайнин и председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Баднарчук. Еще с 1945 года знамя Карелийского фронта было святым на празднике Победы. В июне 1945 года и шло первым. И в этом году, в день 70-летия Победы Великой Отечественной войны, наше знамя опять пойдет первым. Поэтому совершенно справедливо, что наш с вами город Петрозаводску достоин такой высочайшей награды, такого высочайшего звания. Большая титаническая работа общественных организаций, наших ветеранов, проводимая с 2005 года, увенчалась справедливым указом, справедливым документом. Указ президента России о присвоении Петрозаводску почетного звания города воинской славы считаю наилучшим подарком всем жителям города, ветеранам, жителям республики Карелия. Считаю, что наш с вами город по праву заслужил это почетное звание. Поздравляю всех жителей города Петрозаводска и республики Карелия с присвоением городу Петрозаводску этого почетного звания. Теперь на Петрозаводск возлагаются и определенные обязательства. В городах, удостоенных этого высокого звания, устанавливается стела с изображением герба и текстом указа президента о присвоении звания. А 23 февраля, 9 мая и в день города должны будут проводиться публичные мероприятия и праздничный салют. В Карелии с большим воодушевлением восприняли известие о присвоении столицы республики почетного звания. Особенно горячо отреагировали на это участники и свидетели событий военных лет, предложив это событие отметить особым образом. Сразу было очень много звонков, особенно от участников Великой Отечественной войны, бойцов Корейского фронта, те, кто вот прошли эту войну, кто защищал Петрозаводск, кто потом восстанавливал Петрозаводск после войны. И поэтому говорили, ну как же так, давайте отреагируем. Ну президент такой указ подписал, давайте мы соберемся, поздравим друг друга с этим праздником, давайте пообщаемся. И вот мы приняли решение, Совет ветеранов о том, что 9 апреля в 17 часов на нашем таком знакомом Судинском бульваре провести вот такую вот встречу двух поколений, то поколение, которое отстояло город Петрозаводск, то поколение, которое его возродило, и молодежь, которая сейчас живет в этом прекрасном городе. От лица ветеранских организаций Николай Черненко пригласил всех горожан и гостей города прийти на Студенческий бульвар 9 апреля в 5 часов и поздравить друг друга со знаменательным событием в истории Петрозаводска. А вот организаторы очередного пикета в поддержку задержанных Ольги Залецкой и Александры Корниловой заявили о том, что их мероприятие отменяется. Пикет в поддержку двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве с муниципальным имуществом был запланирован на 9 апреля, но поскольку обеих женщин накануне отпустили из-под стражи под домашний арест, его отменяют. Однако в тот же самый день и время на том же самом месте и те же самые организаторы намерены провести митинг, на котором они будут выступать за отставку главы Карелии и против политических репрессий в республике. К репрессиям, как пояснил организатор митинга, член партии «Яблоко» Дмитрий Рыбаков, они относят действия в отношении Залецкой и Корниловой. Если кто-то выдвинет свой пример, мы не будем возражать, сообщил Рыбаков. На подобного рода заявления в республике уже откликнулись. На мой взгляд, это некий отрыв от реальности тех людей, которые это организуют. Возможно, это для того, чтобы привлечь внимание в тех же иностранных СМИ, показать, что в России какая-то дестабилизационная обстановка, привлечь внимание тем, что якобы тут идут политические репрессии. На самом деле, все очень понятно, потому что и президент, и государство идет по пути борьбы с коррупцией. На всех уровнях власти это заявлено. И, безусловно, и в Карелии, и в городе Петрозаводске в том числе возбуждены уголовные дела, имеют исключительно экономический характер, и группа лиц хотела бы все это приукрасить и перевести в область политики. В том числе переключить внимание людей от тех злободивных проблем, которые есть в городе. Это уборка и состояние благоустройства, и управление, в том числе детское питание. Вот переключить, чтобы больше люди заняты были вот этими скандалами. На мой взгляд, это дестабилизирует ситуацию. Но люди все осознают, люди все грамотные, все понимают, кто за этим стоит и какие цели они преследуют. Также предстоящий митинг и заявленную тему против политических репрессий за отставку главы прокомментировали в Объединении профсоюзов республики и в Общественной палате. Вы меня насмешили. Митинг против репрессий. А против Путина у нас ничего не будет? Почему так? Давайте заодно. А может тогда еще и против России, матушки? Нельзя такие митинги проводить. Нужно дружить всем, а не ссорятся. Какие репрессии могут быть в нашей республике? Это слово вообще нельзя использовать в таком контексте. Разве мы говорим о геноциде, о притеснении какого-то народа или его части? Слово репрессий в данном случае в принципе использовать некорректно. Тем более, если к ним причисляют арест фигурантов уголовного дела. Очень странно, когда людей, пойманных на экономических преступлениях, еще до суда пытаются оправдать. Если люди выступают против, как им кажется, существующих репрессий, это по сути защита своего бизнеса. Так пусть и митинг так называют. Если люди недовольны экономической политикой республики, пусть скажут, что конкретно их не устраивают и приведут свои примеры решения проблем. Половина смертей в Карелии вызвана болезнями системы кровообращения. Только за два месяца этого года в республике умерло 877 человек. Такие цифры назвали сегодня на брифинге, посвященном проведению акции «Здоровое сердце». Акция стартует сегодня, во Всемирный день здоровья, и открывает цикл мероприятий, которые проводятся в республике в рамках объявленного в России года борьбы с болезнями сердца и сосудов. Все подробности в материале Максима Смирнова. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркты и инсульты ежегодно уносят в могилу около 17 миллионов человек на земном шаре. Это примерно 29% всех случаев смерти на планете. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. В России, увы, ситуация хуже, чем в большинстве европейских стран. По словам министра здравоохранения Карелии, у нас уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы выше других регионов. Сказываются не только общие факторы риска, плохое питание и малоподвижный образ жизни, но и климат с постоянными перепадами давления. В последнее время серьезным провокатором ишемической болезни, инфарктов и инсультов становится стресс. Мы не умеем, к сожалению, справляться со стрессом. Самый простой метод – это, извините, у некоторых алкоголь и еда. Вот это два основных способа несколько нейтрализовать стресс. Другие, они требуют больше силы воли, которая не всегда в стрессовой ситуации у человека есть. То есть нужна личностная мотивация. Вопрос снижения уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями не только медицинский. Изменить ситуацию можно, отметил министр, объединив для решения этой проблемы усилия медиков, представителей культуры, образования и СМИ. И заниматься нужно в первую очередь профилактикой, чему и была посвящена акция «Здоровое сердце». В национальную библиотеку пришли как пожилые петрозаводчане, так и молодежь. Многие впервые посетили мастер-класс по норвежской гимнастике – ситинг-дэнс, буквально танцы на стуле. Укрепляется сердечно-сосудистая система, мышечная система, поэтому эта физкультура показана таким пациентам. Еще одно норвежское изобретение, с которым знакомили посетители – скандинавская ходьба со специальными палками. Тоже помогает в профилактике заболеваний сердца и сосудов. Ходьба – она как бы облегченный вариант занятия спортом, облегченный. Потому что человеку он себя не насилует никак, он не перегружает, он просто идет в удовольствие. Все желающие могли попробовать кислородный коктейль в составе насыщенный кислородом легкий сироп шиповника. Он также полезен при диетах, снижает чувство голода. Он улучшает обмен веществ и еще массу полезных функций на себе несет. В общем, по вкусу это… Сейчас попробуем. Ну что, что-то неопределенное, очень не ярко выраженный вкус. Всем также предлагали бесплатные консультации специалистов. Измерить артериальное давление и даже уровень угарного газа в легких. У курильщиков уровень вредных веществ достигает 40% в выдыхаемом воздухе. Есть он в небольших процентах и у некурящих. Увы, из-за окружающей среды. Циферка 2 – это 2% содержания угарного газа. То есть все равно угарный газ есть? Все равно что-то есть? Да. Вокруг вас курят, в окружающей среде вредные вещества. Все равно ведь содержатся выхлопы. В ходе акции все желающие смогли пройти анкетирование на ранние выявления факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Подробно узнали о пользе диспансеризации, которую необходимо проходить не реже, чем раз в два года. О новых медицинских препаратах и методах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А сейчас коротко о других событиях республики. Необходимо ответственно подойти к выполнению мероприятий по защите лесов от огня, заявил глава Карелии Александр Худиланин. Он напомнил, что пожароопасный сезон начинается с 15 апреля. Все силы республики уже приведены в готовность. В этом году из федерального бюджета Центру авиационной и наземной охраны лесов выделена субсидия в размере 133 миллиона 600 тысяч рублей. В том числе на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, на их предупреждение и тушение. Сегодня на сайте правительства России опубликовано постановление с обновленными правилами дорожного движения. В числе прочего, теперь на перекрестках страны, где есть светофоры, можно переходить дорогу по диагонали. Также изменения касаются пешеходных островков безопасности, дополнительных секций светофора, парковки и движения велосипедистов. Водитель большегруза, по вине которого погиб велопутешественник Александр Гречкин, повесился в своей машине на одной из стоянок в Тверской области. По информации Комсомольской правды, при мужчине найдена предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в своей смерти. Напомним, путешественник совершал велопробег в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Одним из пунктов марафона должен был стать Петрозаводск. В Лоховском районе Карелии перед судом предстанет врач-хирург районной больницы. Его обвиняют в смерти двух пациентов. Согласно заключению судмедэкспертов, к смерти пациентов привело неадекватное лечение. Материалы уголовного дела будут направлены в Лоховский районный суд для рассмотрения по существу. В рамках года литературы Национальная библиотека Карелии запускает новый проект «Читка». Раз в две недели в одном из залов библиотеки карельские писатели, поэты, прозаики, драматурки, эссеисты будут знакомить читателей со своими новыми произведениями. Откроет проект Галина Акбулатова, которая 8 апреля прочтет пьесу «Послушайте, как кричат муравьи». Стартовала акция «Ура! Победе», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Все желающие теперь бесплатно могут скачать одну из пяти песен о войне «Темная ночь», «Прощание славянки», «День победы», «Катюша», «Синий платочек» на свой мобильный или поставить ее в качестве гудка. Мелодии можно послушать при звонке на бесплатный номер 1945 или на сайте may9.ru. Также на сайте можно принять участие в голосовании за лучшую песню «Победы». Это все новости на сегодня. В студии был Яков Верлин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин